Всем привет, меня зовут Ксения, и не важно, какой опыт у вас в трейдинге, занимаетесь вы криптовалютой, форексом, бинарными опционами или вообще все, что связано с любыми графиками, если вы будете допускать те 7 ошибок, о которых я сегодня вам скажу, значит вы будете постоянно терять свои деньги. Скажу вам по секретику, даже я уже спустя столько лет до сих пор допускаю некоторые ошибки даже из тех, что перечислю, и поэтому также сегодня расскажу, как я потеряла буквально за один день 8 тысяч долларов. Да, и вообще на моей памяти у меня нет знакомых или нет вообще в истории трейдеров, которые не допускают никаких ошибок. Но если вы у себя в голове запишите эти ошибки и будете максимально хотя бы стараться себя контролировать, то вы минимизируете риски прям максимально. Всегда вспоминайте, ради чего вы здесь собрались. Скорее всего, ради того, чтобы прийти к финансовой независимости, к успеху, чтобы зарабатывать в интернете, не зависеть от начальников. И вот каждый раз, когда у вас будут опускаться руки или вы захотите допустить ошибку, всегда думайте об этом. Поверьте, если вы будете все четко и дисциплинированно делать, вам вселенная всегда поможет, чтобы вы достигли просто любых высот. Для начала давайте посмотрим, короче, на мой счет на Форексе 2995 долларов. Помним, да, я снимала видео, я 5 тысяч закидывала, и я их успешно, прям спокойно, очень мало торговала, я их удвоила вообще не напрягаясь. У меня очень удачный нонфарм был в этом месяце, тоже сейчас вот фончиком пущу это видео, чтобы вы посмотрели. Нормально я подняла на нонфарме, просто заключала несколько сделок в месяц, и просто из-за того, что нарушила пару правил, все. У меня из 10 тысяч 200 долларов, теперь на счету 2900. Ну, то есть, давайте будем считать, что я потеряла 7 тысяч долларов. Понимаете, 7 тысяч долларов это цена моей ошибки. И тут у себя в голове подумайте, хотите ли вы такие деньги отдавать за одну ошибочку. Если нет, тогда досматривайте это видео до конца. Я стараюсь со своей стороны помогать вам, чтобы вы, используя мой личный опыт, достигали своих успехов как можно скорее. И давайте я начну прям с самого мега банального, это торговля против тренда. Торговля, покупка монет, там, криптомонет, торговля пинарками, все вообще, что связано с трейдингом. Если вы делаете, заключаете сделку против тренда, то какие могут быть разговоры о маленьких рисках, если вы просто писаете против ветра, как говорится. Давайте мы на примере Форекса. То есть, цена будет идти-идти вот так вниз, вы откроете здесь сделку, дальше там решите усредниться здесь. А цена-то решит еще дойти сюда, здесь усреднитесь. И так постоянно-постоянно она будет уходить, тренд уже сменится. Например, вот здесь вот, посмотрите, был нисходящий. И человек такой, вот здесь открывает сделочку на повышение. Такой, ну, наверное, здесь от... сейчас оттолкнется. Не, ну, скорее всего, здесь. А может быть, здесь и вот здесь. Человек такой, ну, ладно, продам, все же потеряю много денег. И цена разворачивается. То же самое касается инвестиций. То есть, акции, криптовалюта, что бы то ни было, есть определенные правила. Например, в инвестициях вы можете позволить себе докупить и усредниться, если цена упадет на 30%. То есть, если цена падает на 30%, да, вы докупаете, вы усредняетесь. Но не нужно лепить против тренда куча-куча всего. И запомните такое золотое правило, что любая фигура, любая формация, которая будет подкрепляться трендовым движением, увеличит просто количество ваших успешных сделок в 2-3 раза. Если у вас хватит усидчивости находить такие фигуры, которые, например, голова и плеч, которые говорят, что цена сейчас пойдет вниз. А если в это время у нас еще и глобальный тренд нисходящий, значит, у вас очень большие шансы, что ваша сделочка зайдет в плюс. И вы можете очень хорошо на этом навариваться. Не побоюсь даже предположить, что если кто-то из вас сможет удержать себя в руках и заключать только такие сделки, тогда ваша торговля может быть 100% успешной. Это я предполагаю и искренне в это верю. Далее. То, что меня слило. Нет стопов. То есть, я просто забыла поставить. Я всегда вот, сейчас я несколько тестовых человек обучаю Форексу, и мое главное правило – это ставьте стопы. То есть, главное вообще правило инвестиций, трейдинга – у вас должен быть максимальный порог того, что вы можете потерять на одной сделке. Я просто думала, что я стоп поставила, быстро открыла сделку, убежала из-за компьютера, и когда на следующий день открыла компьютер, я офигела от того, что у меня сделка-то, оказывается, закрылась автоматически, потому что у меня уже не хватило депозита на дальнейшие манипуляции, так скажем. И это вот очень важно. Всегда ставьте стоп-лоссы здесь, стоп-лоссы на крипте там, в инвестициях, везде-везде у вас должны стоять стопы. Если вы торгуете бинарными опционами, у вас в голове должен стоять стоп, сколько вы можете позволить сегодня себе потерять. Далее. Не совсем очевидная ошибка, но я очень хочу уделить ей внимание – это игнорирование пятого чувства. Поверьте, ваше подсознание иногда вам может подсказывать прям идеальные точки, ваше подсознание вам может подсказывать, стоит входить в сделку, не стоит. И вот есть люди, которые игнорируют вот этот вот внутренний голос и говорят «да, ну я же там открываюсь по стратегии», и эти люди могут потерять. Ну потому что рынок – это штука непредсказуемая, вспоминаем 2008 год. А есть люди, которые прислушиваются и думают «да, я лучше все же поступлю, как вот мне велит мое пятое чувство», и эти люди потом «да, хорошо, что так, хорошо, что мне что-то внутреннее подсказало». Действительно, существует что-то такое мистическое, что нам помогает. Как бы парадоксально это ни звучало. Следующая ошибка, которую я сама очень часто допускаю, это такой, знаете, расслабон. Я крутой трейдер на расслабоне, у меня там было, грубо говоря, 10 успешных сделок, я много заработала, и все. И вот это вот «ай, я тут вообще сходу вижу уровень, можно открываться на повышение, даже без анализа». То есть, как только вы ловите так называемую вот эту внутреннюю звезду, что вы крутой трейдер, вы начинаете расслабляться. Вы начинаете терять бдительность, теряется анализ, теряется чувство рынка, и просто вот «да, я сейчас покажу, как зарабатывать», и получается так, что вы просто теряете свои деньги. Следующая ошибка, это очень многие люди вообще, просто, я бы даже сказала, 100% людей нарушает это правило. Это отход от стратегии, отход от money management, от времени торговли и так далее. Любая ваша сделка, которую вы совершаете на рынке, там, на форекс-рынке, там, покупка монет и так далее, любая ваша сделка должна совершаться по стратегии. То есть, вы там, грубо говоря, открыли сделку на повышение, потому что у вас по стратегии вы открываетесь от уровня, там, по тренду и так далее. Вы открылись там именно 5% от депозита, потому что это относится к вашей стратегии. И наступает день, когда вы решите просто на маленький шажочек отойти от этой стратегии. И это будет день краха, это будет день, когда вы зайдете в так называемую черную полосу и не сможете, возможно, даже оттуда выйти. Особенно это относится к азартным, так называемым, трейдерам бинарных опционов. Если вы действительно хотите рубить большие бабки, если вы действительно хотите быть трейдером, то все, составили стратегию. И пока она вам приносит прибыль, торгуйте по этой стратегии, совершайте сделки по этой стратегии. Если вы хотите что-то новое для себя открыть, то тестируйте любые другие правила стратегии на демке, проверяйте и уже, опять же, четко по шажочкам, не нарушая ни одного правила вашей стратегии. Следующая ошибка – это отсутствие денег. Всегда, если вы себя связываете с трейдингом, с инвестициями, вы должны иметь запас какой-то денег. Для чего даже больше? Ваше психологическое спокойствие. Если у вас есть источник дохода. Я, кстати, топлю за то, чтобы зарабатывать в интернете. Я нигде еще не видела таких цифр на наземном бизнесе, на малом, ну, с теми вложениями даже, как заработок в интернете. Возьмите себе источник дохода, который вам будет приносить, не знаю, хотя бы там 2-3 тысячи долларов. Я считаю, что это минимум, который нужен. И тогда с этих денег вы легко сможете инвестировать и вкладывать в трейдинг, и вкладывать в саморазвитие по трейдингу, там, в обучение и так далее. Если сформулировать более кратко, то ваше подсознание не должно чувствовать того, что вы не можете позволить себе что-то потерять. Ваше подсознание должно чувствовать полную свободу по отношению к деньгам. Потому что если вы не научитесь терять, даже некоторые не могут 1% посадки спокойно переживать, начинается паника и так далее. Вот если вы не научитесь терять, ни о каком успехе в трейдинге не может идти и речь. И заключительная, пожалуй, ошибочка на сегодня. Возможно, что-то упустила, если что, потом досниму видосы. Но заключительная ошибка на сегодня – это слушать других людей. Да, можно рассуждать, можно дискутировать, можно прислушиваться и смотреть на какие-то рекомендации, но полностью слушать, полностью менять свое мнение из-за того, что вам кто-то что-то сказал, посоветовал – поверьте, вы уникальный человек. Если вы составили себе какую-то стратегию захода в сделок, значит, эта стратегия максимально вам подходит. Значит, это то, что нравится вашему подсознанию, вашему телу, вашему мозгу удобно торговать. И когда влезает просто третье лицо, не знаю, ехали в метро просто там с каким-то крутым криптоинвестором заговорили, и он такой – бери эту монету на всю котлету. И как бы вы приходите домой, все, это крутая монета, она выстрелит, и вы начинаете терять просто на этом деньги. Или вы думаете, что я сейчас откроюсь на повышение, подходит кто-то там, брат, сват, я не знаю, муж, жена, кто-то подходит, говорит – нет, здесь не надо открываться на повышение, откроетесь на понижение. Но вы же уверены в своей сделке, вы же действуете по стратегии, вы делаете, как вы хотите, вы делаете, как вам комфортно. Никто из тех людей, кто вам что-либо когда-либо посоветует, никто из них не будет нести ни материальную, ни моральную ответственность за ваши потери. Ответственность за себя, за свои действия, за свои сделки несете только вы и никто другой. Поэтому просто никого не слушайте, я вас верю, я верю, что вы достигнете высоких результатов в трейдинге, в инвестициях. А на этом видео будет подходить к концу, я очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока! До новых встреч!